Мне очень жаль, Франциско. Я не хочу быть виноватой в том, что случилось. Я пришла, чтобы попросить тебя защитить наше с Алекандро счастье. Извини, если я погорячилась, но мысль, что ты можешь причинить мне горе, вывела меня из себя. Больно будет не только мне, но и Алекандро. Марсия. Марсия, я не хочу об этом говорить. Но я должна знать, будешь ли ты настаивать на своем и расскажешь ли правду. Умоляю тебя, не говори ничего. Не говори о нашей ссоре и обо всем остальном тоже. Пожалуйста. Я могу рассчитывать на твое молчание? Ты обещаешь молчать? Обещаешь? Прошу тебя! Это я прошу тебя. Я болен. Мне нельзя волноваться. Оставь меня. Нет, я не уйду, пока не узнаю. Неужели ты не понимаешь, что это для меня значит? До свадьбы осталось всего три дня. Дай слово, пожалуйста. Франциско, не отказывайся. Не мучай меня. Скажи, что ты сохранишь в тайне то, что Мария Эмилия ждет ребенка. Обещай мне. Я просто... Посмотри на меня, посмотри. Ты сделаешь это, да? Сделаешь. Он здесь, Инесс. Папочка. Моя принцесса. Папочка, дорогой. Солнышко мое. Габи, не забывай, папа болен. Инесс. Я рада, что вам лучше, сеньор Франциско. Какое совпадение, что мы встретились здесь. Я расстроился, узнав о случившемся, но рад, что вам уже лучше. Я так испугалась, когда узнала. Выглядите вы хорошо. Ты хорошо себя чувствуешь? Гораздо лучше, дорогая. Поцелуй меня. Когда я в прошлый раз увидела тебя, ты плохо выглядел. Мне хотелось умереть с тобой. Правда? Об этом лучше не вспоминать. Твоему папе нужен покой. Похоже, вы быстро поправляетесь. Да, да, меня уже скоро выпишут. Да? Неужели? Вам уже так хорошо, что вы можете вставать, сеньор Франциско? Мне пока надо лежать, но думаю, сил у меня хватит. Значит, ты сможешь пойти на свадьбу. Что? На свадьбу Алекса и Марси. К тому времени ты будешь как новенький. Да это Бог. Мы хотели отложить ее, но мама была против. Все будет хорошо. И мы надеемся, что ты придешь. Меня интригует это молчание вокруг Марии и Эмилии. Что они скрывают? Алекс, ты должен побороть свое желание увидеться с ней. Почему? Ты еще спрашиваешь. Ты вот-вот женишься? Знаю, приятель. Я женюсь на Марсе и в назначенный день, будь там дождь, град или конец света. Это решено, и ничто нас не остановит. Да? Но я хочу знать, что за тайна вокруг Марии и Эмилии. Отец хотел что-то сказать, но не успел. Спроси его сам, раз ему лучше. Нет-нет, он еще слишком слаб. Я не осмелюсь. Привет. Мама. Здравствуйте, Иоланда. Здравствуй. Как поживаешь? Хорошо, занят по уши подготовкой к свадьбе Марсия. Да, мы тоже. Мне пора идти, надо забрать документы. Прошу прощения. Конечно. До свидания. До свидания, приятель. О чем вы говорили? Об отце, кажется, он вне опасности. А еще мы говорили о свадьбе. Надо же, Рубен будет шафером, а ты подружка невесты. Лучшие люди. Алекс, ты уверен в том, что делаешь? Будешь ли ты счастлив с Марсией? Перед тем, как лечь спать... Прости, Господи, наше прегрешение, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас. Избавь от соблазна и отведи нас от зла. Аминь. Хорошо. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ты быстро все выучила, Каро. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, молись за своих родных, хорошо? За Наэми, папу, тебя и за маму, которая на небесах. Карито, постель готова. Попрощайся и пойдем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Папа. Приятных снов, доченька. Ноэми, почему Каро не умеет молиться? Я не виновата. Я хотела ее научить, но хозяин не разрешил. Мне бы самой хотелось ее научить. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Полагаю, сейчас ты начнешь меня ругать. Ты плохо поступил, очень плохо. Даже если ты неверующий, скажи, какой вред может принести вера девочке? Я человек не неверующий, а страдающий. Я верил в Бога, но Бог меня предал. Родриго. Да, в самый горький момент моей жизни, когда умерла жена, он оставил меня. Бог никогда не оставляет нас, Родриго. Напротив, когда нам становится плохо, он всегда с нами. Родриго, я перескажу тебе один отрывок из книги, если вспомню. Давай. Слушай. Один человек, жалуясь, сказал. Однажды мне приснилось, что я гулял по берегу с Господом. В памяти мелькали сцены из моей жизни, и в каждой из них я видел следы своих ног на песке. Иногда отпечатков было две пары, а иногда только одна. Это огорчало меня, потому что я заметил, что когда я переживал горе или поражение, отпечатков была только одна пара. Поэтому я сказал Господу, Ты обещал, что если я буду верить в Тебя, Ты всегда будешь идти рядом. Почему же, когда Ты мне был нужен, Тебя не было рядом? И он ответил, Сын мой, когда Ты видел одну пару следов на песке, это означало, что в тот момент я нес Тебя на руках. Вот так-то. Ты уверен, что будешь счастлив с Марсией, сынок? Не знаю, мама, не знаю. Сколько раз ты будешь спрашивать меня об этом? Хочешь, чтобы я поклялся? Ладно, клянусь, что... Мамочка! Мама! Папе уже лучше. Его скоро отпустят домой. Замечательно, солнышко. Да, сеньора Иоланда. Он уже окончательно пришел в себя. Кого вы там еще видели? Она была там? Да? Нет. Мы встретили только Марсию. И она навещала его. Мне пора идти. У меня еще дела в офисе. Алекс, я даже не поздоровалась. Я сама не своя от радости. Да, я тоже рад, что папе лучше. Пока, дорогая. Пока. Пока. Береги себя. Пока. Еще увидимся. Пойду переоденусь. Иди, доченька. Инесс, постой. Нам надо поговорить. Я кое-что узнала про Марию Эмилию. Она беременна? Да. Я знаю. Как ты могла утаить от меня такое? Я хотела рассказать, но сеньора Артензия удержала меня. А потом и сама Мария Эмилия попросила молчать. Она не хочет, чтобы Алекс знал? Да, сеньора Йоланда. Она говорит, их отношения невозможны из-за всего того, что случилось. Она хочет, чтобы этот ребенок был только ее. Господи. В каком она положении? Я говорю о деньгах. Если она нуждается, то... Нет, у нее все в порядке. Она работает в клинике. Там? Да, в офисе администратора. К тому же... Что ты хотела сказать? Она встречается с доктором. Похоже, между ними что-то есть. Доброе утро. Доброе утро, дядя. Что за чудеса? Ты так рано встала? Ты, которая обожает поспать. Последние дни я неважно сплю. Мне не заснуть. Разумеется. Из-за волнений накануне приближающейся свадьбы. Ты опять решилась выйти замуж. Надеюсь, на этот раз все получится замечательно. И этот брак будет долгим, пока смерть не разлучит вас. Так и будет. Да. Доброе утро. Что за раннее совещание дяди и племянницы? Привет, тетя. Девочка совсем не спит.